Только за первую половину этого года местное управление Федеральной миграционной службы составило около трех тысяч протоколов по нарушениям в сфере миграционных законов. В том числе это были результаты специальных рейдов. Съемочная группа Абком ТВ в одной такой проверке вместе с депутатом городского совета Иваном Ивченко. К депутату пришло обращение от жителей его родной территории, улиц 1-й, 2-й дорожных и госплем станции в Центральном округе. Люди подозревали, что с ними по соседству на строительной базе компаний «Стройпромсиб» не только работают, но и проживают нелегальные мигранты. Депутат инициировал проверку Федеральной миграционной службы. Я сам ни раз и ни два видел, как эти иностранные граждане среднестерской внешности на остановках грубили, в магазинах грубили гражданам. И точкой кипения было это, когда на детской площадке, детской площадке, замечу, причем единственной, который находится на этих улицах, госплем станции дорожная, стали строить административное здание. Из-за стройки произошел конфликт, в результате которого местные жители остались при своих интересах, а застройщик довел свое дело до конца. Детской площадки нет, на его месте здание. Депутат Ивченко взял дело под личный контроль и намерен выяснить, на каких основаниях была выделена земля под застройку, получено разрешение на строительство, подключено водоснабжение. Что касается гастарбайтеров, то на момент рейда на базе оказалось всего три иностранца, в том числе женщины, которые в настоящее время оформляют документы. У двух мужчин все документы оказались в порядке. Возможно, остальных кто-то предупредил о проверке, потому что, судя по количеству спальных мест на базе, здесь проживает не менее 20 человек. Еще раз повторяю, что в летний период, конечно, там на порядок больше, и сам управляющий признался в том, что у них порядка 20-25 человек находятся постоянно. И у меня нет сомнений не верить им, нет оснований, прошу прощения, не верить гражданам, амичам нашим, которые проживают на этих улицах, что там действительно было очень много этих иностранных граждан вместе с детьми. Стройпромсип проверяли по различным поводам уже не раз и будут проверять еще. Сама это частная ситуация проявления общей государственной и экономической политики. Завозить иностранцев как дешевую рабочую силу работодателям по-прежнему выгодно, и государство этому способствует. Сергей Михневич, Кирилл Янчинский, Максим Ложкин, АПКОМ-ТВ